Девчонки, ребята, всем привет, Кривый Репортаж. Скорее всего, завтрак, прекрасное утро, воскресное, замечательное, действительно, замечательное. Потому что не по будильнику, потому что вот сейчас время 10 утра, а мы только садимся завтракать. Что у нас сегодня? Красные апельсины, сыр, творог, молоко, кофе, творожный сыр. Творожный сыр вот такой купила, папа может. Я девчонку хочу достать. Смотри, какой, нормальный. Внизу, нижний полк. Любят. Тебя открыть, Погачевская? Ты открою. Ты смотри. Ну, на, давай. У меня просто... Дичь, а ты у меня профессиональные руки клещи, в общем, могу открывать все, что угодно, просто руками. А ты говоришь, что я неправильно открываю, но у меня получается по-другому. Я другой стороной просто кручу себя. Как-то у меня вот так. Не знаю, кто как, а я в другую сторону. А Вика в другую кручу. В общем... Слушай, а это... А, это хорошая сметанная. Что хочу сказать. Что? Пора уже рогачевской сгущенке уже делать такие, знаешь, вот как вот открывашечки такие. Ну вот, как во всех банках других сгущеночных. Ну, может, у них тогда удорожание будет, они не хотят, чтобы люди брали. Ну, типа, как вот... Алексеевская. Как Пепси открывается банки. Ну, как в Алексейской тоже, по-моему, открывается, да, рычажок. Не знаю. Знаете, о чем Марьяка говорила? Видишь, когда левой рукой, это получается вот так вот, а когда правой в обратную сторону. Я просто сейчас на столе... Да, я открою. Да нет, я открываю нормально, я просто показала. Просто мне кажется, в мою сторону удобнее. Почему? Не знаю, видишь, у каждого... Да, не видя, дело в левой нет. У меня все многие знакомы, правой рукой в другую сторону режут, а я в другую. Не знаю, почему. Мне так удобнее. Я спокойно к сгущенке отношусь, мне иногда хочется, может быть, ложечку беленькой сгущенки, а это вот вареная сгущенка, я так себе. А я неспокойная. Слушайте, раньше же, помните, варили эту сгущенку? Несколько часов там в воде. А кто-то мне рассказывал случай, что сгущенка взорвалась. Не знаю. Был такое? Бывает такое? У меня не было. Немножко вот так вот. Ты имеешь в виду, переварили? Я не знаю, почему банка взорвалась. Может банка взорваться? Или это мифы? Мифы и легенды. Она же металлическая. Не знаю. Не знаю. Вчера заметила очень удивительный и приятный факт. Хочу сказать, что вот эта догма «начни с себя», она очень хорошо, оказывается, работает в жизни. И это реально так, что не надо делать замечания другим, а начинай жить хорошо сам, правильно жить. А на кому? Элементарный пример. Ребята, вчера, значит, поехала, дочка звонит, значит, вот какая история была получилась. Я планировала дома побыть, кладовку разобрать до конца, все. Марика пошла менять колеса, ну, резину перекидывать. Вот. А я, значит, осталась дома, я разбираю кладовку, звоню дочке и говорю, мам, Виталик, Виталик это зять же, знаете, да, уже по рассказу. Виталик поехал встречаться на вокзал маму с Анапы, мама была в дом отдыха, вот, и говорит, не успевает, а мне, говорит, надо что-то, то ли на маникюр, только, ну, в общем, процедура какая-то обязательно, вот, ну, которая не то, что отменить не хочет, а у нее не будет возможности, потому что зять-то работает, вот. Вот, ну, а типа это выходной день жили. Вот, и, короче говоря, она это, говорит, мам, посиди буквально пару часиков с Евой, а, ну, зять пока встретит, там, ну, чтобы, мало ли, вот, несостыковка, чтобы она не торопилась, не нервничала. Я туда поехала. И в это время, значит, когда я еду, ну, как, я перехожу, значит, в эту кишку и через МКАД, вот, у нас же замкадыши мы, да, а это МКАД. И вот я перехожу, и там, значит, есть такой газон, можно обойти газон по дорожке чуть дольше, вот, буквы В, где остановка, а можно срезать вот этот газон прямо наискосяк. И я смотрю впереди, а у нас же, я помню, я всегда говорила, что у нас там вот на Крюнчака живут такие вот работяги, люди, ну, скажем так, не высокой интеллигенцией, вот, скажем так, да, вот такие вот простые, и вот такие вот, очень много таких живет, вот. Я смотрю, люди идут, и мне так что-то, я вот смотрю, мне интересно стало, как они пойдут, и они пошли не срезав газон, а люди очень просто одеты, и видно, что и, может быть, любят вот это, и все. И они раз, прямо они по дорожке. Он там, наверное, грязный. Нет, он сухой, хорошая дорожка, сухая. Вот многие прям по протоптанной чешут через газон. А эти раз и обошли. И за ними идут люди, и тоже посмотрели на них, и раз и обошли, им стыдно было бы пойти вот по газону. Что, начни с себя. Они сделали нормально, и за ними люди идут, тоже сделали нормально. Это вот насколько вот пример, вот хороший пример, насколько он действенен. Вот, я к чему говорю, что... Ты имеешь в виду, что... Начни с себя, это правильно, да. Какие-то не осуждания, не говорят, что людям, вот они плохо поступают, а делай сам хорошо. А, и другие, поставьте за твоим примером? Да. Ну, вообще, надо, ну, наверное, да. Не знаю, мне сложно сказать. Меня прям порадовало, реально порадовало. Ну, они, получается, как толпа. А другой пойдет неправильно, и толпа пойдет за ним неправильно. А свои мозги иметь надо вообще? Согласна. Конечно. Значит, мозгов-то нет, когда кто идет за толпой. И когда большинство делает правильно, остальные люди оттягиваются. Уметь анализ надо делать и самому поступать правильно. Ну, я имею в виду, правильно как? Выбор какой-то, а не то, что толпа пошла, и ты за ней пошел. Конечно, мы же делаем выбор каждый день. Лучше делать правильно. Ну, правильно, как сказать, который основан на каких-то нравственных принципах, которые вообще уже заложены у человечества. Вот на основе этого, и самому уметь делать анализ, на основе этой информации, понимания, что хорошо, что плохо, и делать так. А не то, что пробуешь? Нет. И стал, папа вернет на крышу и пойдет прыгать. И что за ней идти, что ли? Головой думать надо. Правильно? Но здесь имеется в виду, что я понимаю твой пример, что люди безмозглым показали, где не надо идти, и безмозглые пошли. Там, где правильно. Правильно? Это имеешь в виду? Я имею в виду, нет, нет, тут ни в коем случае не хотел оскорбить мозглый и безмозглый. А почему не оскорбить? Если человек пойдет по газону, он безмозглый. Иногда, конечно, мы пробегаемся все, честно, я тоже бываю безмозглым, когда спешу. Но я стараюсь, трава зеленая, все-таки обойти. Без копаний глубоко, просто без всякой задней мысли. Просто если ты делаешь хорошо, и человек видит, который рядом, ему просто стыдно будет сделать хуже. Ну, я имею в виду, какая-то гадость там, неправильная. Да, вот, видишь, у нас разные точки зрения. А я считаю, что если человек сам не понимает, а ему просто стыдно будет, как другие делают, смотрят, ну, это как ребенок пятилетний. Взрослый же должен соображать. А ему стало стыдно, и он не пошел по газону. Я понимаю, да. Для некоторых надо такой пример. Тебе хлебушек с маслицем делать? Хлебушек? Не, все, я уже достаточно. Мне понравилась гущенка. Уже даже до Наполеона не могу добраться. У нас Наполеон, кстати, пирожные есть. Филибекер, да, это? Филибекер, конечно. Конечно, ну, поменяли эту, сделали нарядные логотипы. Торты Наполеона, они сейчас продаются. Это пирожные, вот прям порционные, маленькие. Я нет-нет тоже прикладываюсь. Он вкусный прям. Он, знаешь, что, он не жирный, он там мало вот этого крема, и он такой, ну, просто вкусный. Вкусный, да, да, да. Еще вот эти, у нас столько еды вообще, Дон. У Ленки, конфетки. Конфетки тебе дать. В общем, это вкусные, дети. Угу. У Свинновские. Угу. Вот, трапеза. А куда мы поедем? Куда хочешь? Может, в июнь-то Аполку куплю? В Рио. А что туда? Лучше июнь тут есть. Ты имеешь в виду в Хофф в июне? Да, оттуда мы хрен выйдем. Давай мы посмотрим, давай мы посмотрим наличие. Да, посмотрим. Сиди пока общайся. Девчонки, мы хотим такой же стеллаж, вот как у нас вот поставили, еще один, с другой стороны симметричный, чтобы было в буфету. Пять тысяч стоит. Это у нас получается, сейчас скажу, мытищи. Сейчас. А, мытищи скорее этот, июнь. Ну, да. Я посмотрю, есть ли в наличии. Ой, слушай, а мне не нравится он. Ну, а посмотрите, нет, он просто в магазине не нравится. Если там есть в наличии, зачем туда переться? Ну, хочешь, поехали туда. Ну, мне кажется, дольше до него, нет? Нет, я хочу 10 минут. А туда больше, конечно, намного. Этот вообще рядом. Ты что, минут 15. Мирописи. А, я забыла про эти. Я вам сказала про апельсины. Купила апельсины красные в Ашане. По акции. Что? 59 рублей. Разрезала, девочки. А тут я первый раз увидела, что апельсина такая тонкая-тонкая кожура. Прям вот тончайшая бывает, вот как лимон с тонкой кожурой. Так вот это-то. Я, конечно, понимаю, может, это какой-то гибрид. Такие они красно-желтые внутри. Стеллаж с полками, да? Стеллажи-этажерка, да? Или что это? Этажерка, наверное. Стеллажи-этажерка. Марика скатилась. Прям вот даже можно видео назвать. Сидит там внизу на кресло. Ползла. У нас получается квартира как три яруса, да? Значит, первый ярус. Трехъярусная. Ярусная. Получается, ну, вот обычный пол, там вот кресло, все. Барная стойка, она повыше. На стульчике залезаем, тут повыше, да? И третий, это вот второй этаж. Нашли. Сейчас я посмотрю, где она, в каком мае. Не сюда залезь, что ты там? Нет, пока ты разговаривай. Ну. А я сейчас приду, мне надо выбрать, в каком. У меня телефон садится. Соледоточен. Включи зарядку, дома сидишь-то. Самовывод со 16 магазинов. Проверяем. Ну. Минска, Шестеново-Рига, Химки, Худынск. А у нас это проспекты. Как это? Мытища есть. Не росла. Четыре штуки. Что там пишут? Девчата, я же постоянный клиент детского мира. Меня вон детский мир без конца присылает. Купи то, купи все. Последний день распродажи. А знаешь, как последний день распродажи? У них каждый день. У них каждый день вот эти вот цены с огоньком. Приходишь через месяц, та же самая цена, все в порядке. Убрежет. Конечно. Вот она, это же полка, это. Вот она продается. Вчера так хорошо съездила к дочке, погуляли. Малышка не сидит вообще спокойно. Бегает, бегает, даже когда устает, она начинает просто плакать. Ну, все равно бегает. Такая гиперактивная. Носится, все надо схватить. Вчера дочка вечером присылает видео. Выключатель. У них этот умный дом, у них выключатели Алиса, короче, включает. Вот. И, а помимо Алисы, можно еще и пальчиком, а пальчиком загораются разные кнопочки, но выключатель там посветлее, потемнее у них. Меняется освещение. И вот она стоит, фигачит этот выключатель. Я смотрю, знаешь, прямо сначала одним пальчиком, потом уже вот так вот двумя начала. Ой, это вообще такая огонь. Девчонка огонь растет. Что такое? Детский мир, успокойся. Я слышу тебя. Вот так вот. Так, все, посмотрели, есть. Залезай, посиди со мной. Пишет за... Подожди, здравствуйте, не переживайте. А завтра в 12 часов я там буду. Подожди. Сейчас. И сейчас. Это про работе. Сейчас договор. И это, господи, допник. Подожди, подожди, подожди. Я два дня жду этого. Ну, я пока... Я не буду тебя отвлекать, если я поговорю? Не-не, конечно, нет. Я пишу. Вот она, пожалуйста, вот, человек с профессией юриста день и ночь работает. И дома работает, и компьютер постоянно включен, и выходные дни, и все. А вот, ты знаешь, меня вчера опять затригерило, меня выходные тоже дергают. Вот я вчера, например, обсуждала эти... Обсуждала цвет золота в общем чате. Вот у нас есть битрикс, чей-то, и ну как... В общем, проблема была такая, что наша лигатура с золота же цвет можно менять, смотря, что добавляешь. То есть вот из чего состоит проба. Вот, например, 750-я проба. Значит, 750... Ну, будем брать, да, возьмем килограмм глобально, да, чтобы было понятно. В килограмме... Вот 750-я проба. В килограмме 750 грамм чистого золота, а 250 грамм – это лигатура. Что такое лигатура? Это всякие добавки для золота. Потому что на настоящей 999-я проба золота, вот такой вот самородки, да, они очень пластичные. Их буквально вот можно согнуть, вот золото, вот с сильными пальцами, как пластилин можно согнуть. И вот для чего добавляется в металл дополнительный сплав лигатура, чтобы, ну, жесткость какая-то была, чтобы вот кольца, серьги, они просто на вас не разваливались со временем. Вот для чего это делается. Ну, и, естественно, для удешевления, то есть как бы 999-я дорогая, а, например, можно 750-я, 585-я распространенные, да, вот наши вот две пробы основные ходовые. Вот. Ну и, короче, обсуждали цвет вот этой лигатуры, то есть добавки. Можно сделать более желтые, можно сделать более красные. Ведь 750-я, например, есть, ну, привыкли думать, что это желтое золото. Да ничего подобного. Есть и красное красивое золото 750-е. Можно даже зеленый цвет золота добиться вот благодаря определенной лигатуре. И вот обсуждали, что возникла какая-то проблема, что мы заказывали цепи на другой фирме у нас, потому что мелкие цепи мы не вяжем, потому что это машинная вязка, это машины вяжут цепи. Вот. А крест делала я, я помню, этот крест сапфирами. И цвет нашего золота, который у нас на производстве, он раз и отличается от цвета цепи. И клиент говорит, почему цепь более желтая, а более красная крест получился. Ну, мы объяснили, что вот такая ситуация, что у нас цвет золота родной вот на предприятии, он отличается от цепи. Ну, вот по таким причинам, что пробуй все в порядке, но у нас просто другой состав лигатуры. Вот. И пришли к такому мнению, обсуждали вчера в чате, что давайте сменим лигатур, состав лигатуры, и у нас будет более желтый, более насыщенный такой, знаешь, как вот лимонный. Это знаешь, какое золото, когда у меня раньше в Турцию ездила подруга, часто, в начале 2000-х, в самом начале 2000-х, она привозила очень много золота. Себе просто, вот со мной коллега работала, желтого. Они там, тогда я не знаю, что золото. Я турецкое золото вообще не знаю, не готовлюсь. Ничего, а она привозила прям всегда у нее колечки там толстые эти, помню, пустотелые, как это, цепочки. Ну, красиво все, яркое такое, но оно было светло-желтое такое. Разное бывает. И вот вчера вот мы в чате обсуждали, знаешь, вот немножко раздражает, конечно, что выходной день вот дергают по этому вопросу. Да даже не немножко, а я бы сказала, что мне это прям вот бывает, что иногда прям вот я, ну, вот реально прям вот залюсь на эту тему, потому что устаешь еще и заниматься вот этим вот производственным какими-то вопросами. Я в понедельник приду, обсудите со мной. Нам надо, кстати, сейчас в колеса. Два вчера, я просто в новой куртке была, перебью. В новой куртке отнесла, ну, не в новой, чистой. Два колеса, они же в сборе, тяжеловатые. Ну, донесла, повесила, а вторую уже не потащила, вся куртка грязная была. Сейчас одену простую куртку, отнесу. Нам надо торопиться. Потому что колеса перенесу. А что торопиться-то? Заодно, может, видео снимешь еще раз в кладовке. Ты, кстати, не выложила на YouTube кладовку. Выложила. А я не увидела. Может быть, сегодня или завтра будет. У меня же там по очереди стоит. Еще раз сними кладовку поподробнее. Окей. Покажу, как я... Кстати, по поводу видосов, ребята, у нас на Дзене выходит почти на неделю раньше видео. Так что, если вы смотрите нас на YouTube, у вас есть возможность пересесть на Дзен. Канал Кривой Репортаж. Если вы еще на YouTube не видите кладовку, зайдите на Дзен, посмотрите кладовку. Ну, Марике же важно. Будьте людьми-то, зайдите на Дзен, посмотрите кладовку. Как говорят... Чего вы как эти-то? Как говорят других этих... Как это называется? Подпишитесь в каналах. Да, ставьте лайк. Все время улыбаются. Я тоже попробую сейчас. Ну, я в душе улыбаюсь. В душе. В душе. Ты хочешь кофеек? Нет. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ну, честно, вот я так не могу говорить. Знаете, почему? Потому что я очень хочу... Я хочу лайк, подписывайтесь. Я не стесняюсь. Просто это как-то банально звучит. Короче, в общем... Это бесплатно. Да, большая просьба, настоятельная. Подписывайтесь, ставьте лайки. А лайки что нам дают? Продвижение канала. Куда? Космос. Космос. На Ютубе продвижение канала. А вот насчет дзена, насчет лайк... Понимаете, там... А на Ютубе зачем его продвигать-то? Две платформы... И так люди, кто прибился к нам и смотрят. Две платформы по-разному оценивают. Например, дзен, он больше реагирует на количество часов просмотра. Вот. Вот на дзене надо продвигать. А Ютуб, он на лайки реагирует. Да. Хотя он в Ютубе как-то и сам продвигается. А в дзене так очень туго. Поэтому... Дзен вообще плохо дает просмотры. Ютуб, он хорошо. А почему люди не хотят взять отсюда, переписаться туда? Я не знаю. Почему вы не хотите... Может быть, у нас подписчики... Девчата, аргументируйте, почему вы нас смотрите на Ютубе, а не на дзене. Послушай, на Ютубе в два раза больше. Может, люди подписались и просто не пишут, и просто они забыли про этот канал, поэтому они столько подписываются туда. Я не знаю. Короче, кто не подписался на дзен и смотрит в Ютубе, подпишитесь, пожалуйста, на дзен. Все. Еще девочка там вот у нас подписчица говорит... Ну, потом она говорит, извините, я, говорит, не знала. Что? Говорит, что мы по выходным очень много денег тратим на еду в ресторанах, и мы могли бы за эти деньги купить моряке квартиру. Он же говорит, что моряке есть квартира... Ой, квартиру за деньги, чтобы проедать 2000 в ресторане? Ну, не две, по пять там. Ну, как это по пять? Когда мы-то по пять? Когда с дочкой ходим, все едим чек, где-то около 50 тысяч. Ну, да, это нет, квартира есть, не беспокойтесь. Квартира есть, все в порядке. Квартира хорошая, большая, распашонка. Раскривушка. Раскривушка, большая. Кухня, кстати, у меня там 12 метров. Мы почему выбрали для себя такую форму досуга? Во-первых, с маленьким ребенком, когда мы встречаемся, ну, вот мы с семьей, да, у нас как традиция. Мы вот ходим кофе пить, мы ходим там, вот, кушать что-то вместе, вот, таким женским коллективом. Вот сейчас приедет, придет с армии, сейчас уйдет в армию, придет с армии мой сын, и коллектив наш расширится, если он захочет. Вот, то хотел сказать, мне кажется, молодому роду будет с нами, будет с нами, будет с нами неинтересно. Ну, будет интересно. Он города не знает, посмотрит, я хочу музеи его какие-то поводить, он тут ходил. А это другое дело? Ну, посмотрим, тоже хочу, просто я уже такая тоска, хочется это, чтобы показать все. Ну, он приезжает, конечно, там тоже иногда, но в основном я туда езжу. Вот, вот недавно был, ну, мы все ездим по военкоматам. По военкоматам отдаемся. Чтобы пойти в армию, девчат, надо 150 характеристик собрать, как будто ты не в армию идешь, а в космонавт. Да, а у него очень хорошие характеристики, очень хорошая характеристика, он, наверное, занятия не пропускает, там прямо написали это, ну, я знаю, это он, в отличие от многих студентов, он ходит на все занятия. Я не скажу, что там гиперответственны, просто вот, просто не пропускает, как положено. Ой, слушай, апельсинно сказано, попробуй. 4-5 учится, практику сейчас вот проходил в банке, в этом плане молодец. Стрельбой пулевой занимался, вот, это в школе Олимпийского резерва. То есть хорошие характеристики. Потом расскажу подробности, сейчас пока не хочу, ну, потому что пока нас еще не забрали, да, вот, когда заберут, уже призовут, потом расскажу подробности. Ну, рассказывай дальше. Вот, и вернусь к этой теме, потому что до конца я не дорассказала, скажем так, не раскрыла, почему вот рестораны, почему там кафешки, все. Девчата, элементарная разгрузка для головы. Пускай мы жертвуем какими-то суммами денег, которые мы можем подешевле два раза сделать, купить дома, покушать, да. Сейчас объясню, посуду мыть за собой не надо, пришел, выбрал, что захотел, поел и забыл, поболтал, посидел, обстановку сменил, в какое-то новое место сходил, не просто там, ну, просто, мы любим одни и те же рестораны, потому что нам нравится, кухня там или что-то. Просто пересели с места на место, уже новое место. Вот, атмосфера какая-то. Работаем день и ночь. Девчата, мы дома бываем, ну, вот, у нас сон средний длится, пять с половиной часов, и это пять дней в неделю, пять суток. Вот, практически что мы делаем? Мы едим, едем в общественном транспорте и спим. Вот, это наш досуг после работы. Совершенно не отдыхаем. И как-то голову надо чем-то разгружать, а не всегда есть возможность с маленьким ребенком, вот мы по субботам обычно встречаемся вот с семьей, вот. И не всегда есть возможность куда-то пойти в музей, потому что ребенок маленький, может и закапризничать, и людям помешать. Ну, сами знаете, когда вот маленький ребенок, да, вот в самолете летит, да, и вот он орет, он мешает всем. Даже людям, которые очень лояльны к маленьким детям, и то это раздражает. Замкнутое пространство. Вот, я прекрасно понимаю этих людей, потому что сама неоднократно вот летела в самолете, когда в спину ребенок долбит, там вот ногами, и, в общем, ну, много причин, по которым с маленьким ребенком куда-то не походишь. А всякие фудкорты, рестораны, пожалуйста, то есть спокойно там. И ребенка покормишь, и она сидит нормально, вот высиживает эти полтора часа малышка, поэтому вот тут нет проблем с этим. Вот, и голова разгружается, вот. Ну, я считаю, что вот это нормальная форма досуга. Вот. Ну, расслабляемся, скажем так. Вот основная причина, почему. Да и потом приятно, да, вот как-то вот пойти что-то покушать там, ну, да. Девчат, ну, не всю жизнь, вот копить, работать, копить, работать. Выделяем деньги, копим, конечно. На ремонт и выделяем какие-то деньги. Там вот на быт, на обустройство тоже выделяем что-то. Ну что, давай собираться. Потихоньку. Марик, всегда торопитесь. Да не в этом дело, очень много дел, у нас не убрано ничего вообще тут дома. Не убрано половину кладовки, не собрано у меня у меня. Вот, кладовку вытащили, надо колеса отнести, ты хочешь же съездить в магазин. Вот, завтра утром мне надо еще в военкомат там смотаться кое-что. Я же, знаете, вот раньше ребят сами ходили, и сейчас уже некоторые, ну, в основном, а сами ходят. Но поскольку у меня же сын учится сейчас в другом городе, да, в филиале Московского университета. И сейчас вот уже все, закончилась учеба, и практика сейчас была. Вот он приедет, и сразу у нас армия. Армия у нас в конце июня, начало июля начали. И вот сейчас мы тут просто, он не знает куда, и мне удобнее на машине. Конечно, я сынка везде там туда-сюда подвезу. Ну, а дальше он сам, он у меня достаточно самостоятельный. Вот, и он уже и подрабатывал, и каждое лето работает, денежку там свою. Такой он основательный ребенок. Ну, для меня это всегда ребенок, это уже, это еще не взрослый. Ну, для меня вот 30 лет, и тоже ребенок. Ну, 18 все-таки нам. Вот сейчас 19 будет. Еще 18. А 19 будет вот в апреле, в этом месяце. И так, это, а мне надо в понедельник съездить с утра, быстренько смотаться. Я там на работе отпросилась тоже военкомат. Вот, ну, там задним документом он же подъехать не может. Вот, вот, в общем, все, вот такие дела. И поэтому день расписан, и главное, надо убраться. А еще момент. Я это, а что я? А, я, короче, рассказывала, что я начала, да, помните, зарядку делать, да, показывала в видео. Ну, естественно, посмотрите, на меня, на мою рожу наглую бросила. И сейчас, да, и сейчас я... Ну, ставите внимание на наглую рожу. И сейчас я, да, опять начала, вот, потому что хочется просто хотя бы движения, кости размять, шея все скрипит. В общем, сегодняшний день опять начала. Хотя раньше у меня таких заходов прям не случалось. Если я занимаюсь, я занимаюсь прям плотно. А сейчас это я не знаю, почему, это работа, на работу валю все, да? Ну, значит, я зарядкой не занимаюсь, я ем на ночь, и, в общем, конечно же поправляюсь, но пусть люди видят, что у меня есть деньги найдут. Ну, а что ты поправлялась? Ты худая, какая ты поправляешься? Ну, ты нормальная, у тебя все хорошо. Про зарядка, она же... Я, честно признаюсь, у меня пока нет физических ресурсов для зарядки. Она не для худобы, тем более мне, не дай бог, да, для худобы. Мне не для этого, а потому что застаивается все. Надо разминаться, тянуться там, да? У нас тут во дворе, кстати, открылась какой-то баланс. Ну, это для женщин вот ходят там растяжки, там йоги. Вот, ну, я и думаю. Я к спорту отношусь очень положительным, девчата. Очень, я думаю, что я в зал... Мы на него просто положили. Да, положили. Когда вот пойдем на пенсию, обязательно... Ну, это будет бассейн, это будут какие-то легкие упражнения, ну, соответственно, возраст, разумеется. А почему в зал? Потому что откроется тот зал, пойдем. Какой? Вот здесь откроется, если где-нибудь, вот вдруг в центре в этом, может быть? У меня нет времени. Я сплю пять с половиной часов в сутки, я не могу... Ну, хотя бы в воскресенье ходить и там... Смысл? Ну, раз в неделю мало. Надо минимум два-три раза. Два раза это прям вот минимум. Нет, я хочу ходить. У меня прям хочется или дома хотя бы вот заниматься. Дома надо, знаешь, чтобы заниматься? Надо нормальные гантели купить. Ты есть гантели? У меня есть по восемь килограмм одна. Итого две. Вообще для человека, чтобы заниматься более-менее, нормальную нагрузку делать, надо разные гантели, хотя бы начиная, допустим, там, три килограмма, да, там, пять килограмм, восемь хотя бы там, да? Ну, не восемь, просто. Ну, ладно, все, успокойся. Да. Надо заказать гантели на Вайберис. Все, 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 хватит, хватит, хватит. Хватит болтать. У меня звонил кто-то, подожди. Не трогайте меня. Тихо, тихо, тихо. По утрам, да? Девчат, кривый репортаж искренний ваш, и ребята тоже поехали по делам. Вот, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok